Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы и отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл «АвтоСтронг». Ссылки и контакты в описании. А сегодня мы вам расскажем о славном старом двигателе Mazda, который буквально 20 лет устанавливали под капоты этих автомобилей. Итак, встречаем B6 Z-Pierre. Такими долгожителями являются двигатели B-серии. Они выпускались с 1985 по 2005 год. В семействе входят моторы объемом от 1.1 до 1.8. У всех этих двигателей чугунный блок цилиндров и ременной привод ГРМ. Есть варианты ГБЦ с 8 и 16 клапанами. В семействе почти два десятка модификаций. Есть даже турбированные варианты, предназначенные для ремня заряженных Mazda из 90-х и их клонов под маркой Ford. Эти двигатели, что называется, безвтыковые. То есть при обрыве ремня ГРМ поршни не ударят по клапанам. У этих моторов небольшая степень сжатия – 9,5 и меньше. Поэтому камера сгорания довольно просторная. Плюс на поршнях есть выемки, в которые безопасно опускаются клапаны. Здесь у нас 1,6-литровый двигатель B6ZE, который предназначался исключительно для установки на Mazda MX-5 первых двух поколений, которые продавались на европейском рынке. По сути, этот мотор является модификацией двигателя B6D для «Фамилия» и MX-3. Оба они появились в 1989 году. Версия для MX-5, естественно, для продольной установки и оснащена облегченным маховиком. Здесь есть система EGR и впускной коллектор пассивный. Отметим, что кроме данного экземпляра, у остальных двигателей, впускной коллектор с изменяемой геометрией и фазовращателя, как на двигателе 1.8 для Mazda MX-5, здесь нет. Отдельно отметим, что этот мотор не имеет никакого отношения к двигателю объемом 1.6 Z6 для Mazda 3. Этот экземпляр и все его модификации устанавливали на Mazda 323F, 323, MX-3, MX-5 и даже XEDAS. Этот двигатель просто надежен, ресурса у него хоть отбавляй. Да, 110 лошадиных сил с объемом 1.6 Z6 не слишком весело везут Mazda MX-5. Динамики хватит разве что для прогулок, но никак не для соревнований. Как уже было отмечено, обрыв ремня ГРМ не сможет прикончить этот двигатель. На самых ранних двигателях, то есть до 1991 года, для первых MX-5 была проблема с ослаблением зубчатого шкива коленвала и разбиванием его шпонки. А в 1999 году эти моторы сходили с конвейера с бракованными упорными кольцами коленвала. Но это уже давно решенные проблемы. Что конкретно может усыпить этот двигатель? Так это промокший блок управления. Блок управления на Mazda MX-5 находится под ковром под ногами пассажира. И промокший по той или иной причине коврик пропускает влагу к блоку управления. Сначала начинаются проблемы с проводкой, а затем ЭБУ выходит из строя. Датчик положения коленвала считывает данные с диска позади шкива коленвала для привода навесного оборудования. Из-за неисправности этого датчика двигатель может не заводиться и глохнуть на ходу. Иногда причиной отказа датчика коленвала является замыкание в хвосте его проводки. Обычно ЭБУ фиксирует конкретную ошибку по датчику коленвала. ЭБУ двигателя измеряет нагрузку по расходомеру, поэтому мотор очень чувствителен к подсосам воздуха. Будет жаловаться на бедную топливо-воздушную смесь. Обычно подсосы воздуха возникают по прокладке впускного коллектора, по уплотнениям форсунок, а также по лопнувшему шлангу системы вентиляции картерных газов. Этот шланг соединяет клапанную крышку и впускной коллектор. Ну а сегодня разобрать этот надежный олдскульный мотор нам поможет мощный и молодой механик Артур. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка для этих двигателей механическая. Положение дроссельной заслонки для ЭБУ отслеживает потенциометрический датчик, а снизу под дросселем находится клапан холостого хода, то есть золотник с перемещаемым соленоидом. С ним нередко возникают проблемы, из-за которых двигатель может не держать холостые обороты, а может глохнуть на холостых оборотах. В ряде случаев помогает чистка каналов клапанов, но иногда из строя выходит соленоид. То есть, в этом случае клапан надо менять. И еще скорость холостого хода регулируется винтом на самой дроссельной заслонке. Система зажигания построена на основе двух сдвоенных катушек зажигания. В принципе, это стандартная схема для 90-х годов. Каждая катушка соединена с двумя свечами и подает на них искру одновременно. То есть, в одном из цилиндров искра бьет в конце такта сжатия, а в другом бьет в холостую в конце такта выпуска. Обычно катушки зажигания служат долго, тем более что Mazda MX-5 едва ли используется для больших поездок. При неисправности одной из катушек или пробивании искры через высоковольтные провода двигатель будет колбасить из-за пропусков зажигания на холостом ходу или при ускорениях. И ещё. Исправное сопротивление первичной обмотки меньше Ом, а вторичной обмотки от 11,2 до 15,2 кОм. Клапан EGR довольно дружно живёт с этим двигателем. Изредка появляется ошибка P0402, которая говорит об избыточном потоке отработавших газов. Эта проблема лечится обычно чисткой клапана. EGR. Обратите внимание, какие массивные, надёжные, алюминиевые впускные коллекторы делали в 90-х. Тогда миром правил не маркетинг. Форсунки на этом двигателе ходят хорошо и долго. Раз в 100 000 километров рекомендуем их почистить очистителем. Легкосплавная клапанная крышка прочная и надёжная. А ещё она прекрасно красится в цвет, который выберет владелец. Клапанная крышка посажена на резиновую прокладку, которая уплотняет её по периметру и также уплотняет свечные колодцы. Естественно, со временем прокладка твердеет и требует замены. Меняется она предельно просто. Датчик положения впускного распредвала находится спереди в клапанной крышке. Обычно с этим датчиком ничего плохого не случается, а вот его уплотнение стареет и начинает пропускать масло. Естественно, этот двигатель не оснащён гидрокомпенсаторами, что привычно для японского агрегата. Тепловые зазоры здесь регулируются подбором шайб. Шайбы легко извлекаются из-под кулачков распредвала. Правда, для этого надо приподнять распредвалы при отпустив их бугели. Номинальные тепловые зазоры для впускных клапанов 0,21 мм, а для выпускных 0,31 мм, плюс-минус 0,03 мм. Ну а теперь по состоянию кулачков распредвалов в огне. Но мы видим вот этот лаковый масляный налет, который говорит нам о том, что масло здесь меняли нечасто, либо же использовали некачественное. Ну а перед тем, как мы снесем голову этому мотору, скажите, пожалуйста, вы любите вот посмеяться, поржать так от души? Если любите и хотите узнать, как лысый победил бойца ММА, как правильно погонять лысого, как лысый кадрит моторы, обязательно подпишитесь на наш новый YouTube-канал «АвтоСтронг ХАХАХА». А также обязательно подпишитесь на наш TikTok. Все ссылочки будут в описании к этому ролику. Ну от души же делаем. Ремень ГРМ на этом двигателе необходимо менять каждые 90 тысяч километров. В этой продольной конфигурации нужно основательно разобрать передний фасад двигателя. Также придется вмешиваться в систему охлаждения и будет не лишним поменять помпу. Ну а дальше все просто. Все пары меток есть на шкивах. Никаких дополнительных и специальных инструментов для замены ремня ГРМ не надо. С ГБЦ этих двигателей ничего плохого не случается. И если говорить о состоянии, то масложор у этого мотора присутствовал. Блок у этого двигателя чугунный. Ну и по состоянию цилиндров. Хона практически нет, видны побежалости и нагар на донышках поршней. Ну а теперь по состоянию. Коренные вкладыши с небольшими царапинами. Скорее всего, эти царапины были вызваны частичками подгоревшего масла и мусора в масле. А вот шатунные вкладыши все практически как новые. Визуально коленвал тоже неплох. Обратите внимание, какие олдскульные поршни. Посмотрите, какое высокое маслосъемное кольцо. Все-таки хорошие двигатели делали в 90-х. Ну и перед кульминационным моментом хотелось бы рассказать вам про подразделение «АвтоСтронг» «АвтоСтронг Логистик». Перевезем любую партию продукции по ссылке и многое другое. Звоните, и мы доставим ваш груз в любой город Беларуси, а также по направлению РФ. Москва, Московская область и Санкт-Петербург, Ленинградская область. В нашем автопарке автомобили грузоподъемностью до 3 тонн и объемом до 20 кубических метров. Мы относимся к каждому заказу индивидуально и отслеживаем каждый груз, заботясь о его сохранности. Звоните нам, и наши цены вас приятно удивят. Все подробности будут в описании. Верхние коренные вкладыши тоже с небольшими царапинами. Разборка закончена, и вот такими были двигатели в 80-х и 90-х годах. Простые, надежные и неприхотливые. Все изменилось, когда машины подешевели, требования к экологии стали строже, а водители захотели больше мощности. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видосом в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».